Здравствуйте, мои дорогие друзья! Всех приветствую на канале. Я Роман Головин. Итак, продолжаю цикл лекций у себя на канале. Сегодня я хотел бы рассказать о настроении. Тема на самом деле очень обширная, интересная, важная. Хочу сказать, что мы сами себе в жизни создаём настроение. Если на нас не влияют тёмные силы, если на нас нет упорчат глаза, и нет у нас различных зацепок, которые нам мешают развиваться, а всё остальное мы создаём себе сами. Семью, детей, окружение, друзей, работу и так далее. То есть, первое, если у нас, допустим, вторая наша половина, которая нас не понимает, которая нас постоянно угнетает, духовно мы развиваемся, переходим ли мы на растительный тип питания, вот какое-то время, конечно, мы можем терпеть. Потом мы понимаем, что нам с ней не по пути или с ним. То есть, естественно, надо расходиться. Это тормозит нас в развитии, естественно, портит наши отношения. Не важно, есть ли дети, нет ли детей. Многие люди, конечно, терпят из детей. Но тогда потом не пеняйте, что у вас в жизни проблемы, вы друг друга не понимаете, плохое настроение. Всё от этого начинается. Я сам по себе прекрасно понимаю, когда у нас в семье всё нормально, когда я работаю, когда у меня нормальный доход, когда я с собой могу заниматься, медитировать, иногда ходить в спортзал, у меня тоже всё удовлетворяет. Я доволен такой жизнью. Когда что-то меня напрягает, я очень много работаю, либо там ещё кто-то какие-то непонимания, естественно, немножко это напрягает, настроение падает и так далее. То есть мы должны сами себе создавать атмосферу, отношения в жизни, с друзьями, допустим, там, где мы живём. То есть финансовый аспект очень важен в этой жизни. Я уже об этом говорил во многих лекциях. Мы живём в физическом мире, в финансовом мире, система у нас финансовая на Земле, мы тоже проходим определённый опыт развития. И таким образом, если у нас хорошая работа, мы получаем определённое количество денег, мы можем себе многие вещи позволять. Это тоже приносит удовольствие. Качественное, хорошее питание, машина, на которой мы ездим, какие-то вещи. Кто-то любит фотографировать, кто-то любит путешествовать. Это финансовая свобода. Это даёт деньги. Первое, это, конечно же, понимание среди друзей, то есть общение. Общаться можно везде, и в интернете, и наяву, с соседями, с теми людьми, которые вам интересны. Если вам эти люди не интересны, они на вас напрягают, поверьте мне, не надо с ними общаться на Земле. Очень много миллиардов человек живёт, незаменимых людей не существует. Ещё раз подчеркиваю, не существует. Ни близнецовых племён, ни каких-то женщин по программе. То есть, если со временем вы понимаете, что что-то не то, конечно же, мы всегда на консультациях поможем вам разобраться. Если вы ощущаете, есть интуиция, можно отходить от этого человека. Потому как мы даёмся друг другу для развития определённого. То есть, мы развиваемся, мы обменимся энергией, мы друг друга развиваемся. Но если вы видите тупик с этим человеком, то можно от этого человека уходить. Вы сделали всё максимально возможно, всё, что смогли. И больше вы не можете ничего сделать для этого человека. И не можете вместе с этим человеком находиться. Многие клиенты, они прячутся от мужей, берут консультацию, роман, давайте вот в это время. То есть, я этих людей прекрасно понимаю, эти люди очень зависимы от мужей, так как изначально себе поставили в такую ситуацию, что есть муж, есть деньги, как бы всё остальное. Нет мужа, нет денег, люди уже в возрасте, боятся куда-то чего-то дёргаться. Мы по жизни сами себя загоняем в тупик, особенно вот молодые, да, там ещё слушайте внимательно, потому что потом можете тоже в такую ситуацию попасть. Будьте всегда независимы ни от кого, ни от мужа, ни от жены, ни от родителей. Старайтесь двигать и идите вперёд. И это вам даст свободу финансово. Когда есть финансовая свобода, есть хорошее настроение. Когда мы чувствуем себя хорошо, когда мы здоровы, когда мы правильно питаемся, мы кушаем хорошую пищу качественную, в большей части растительную, меньше заболеваний, больше энергии. Растительная пища даёт хорошее настроение. В голову приходят совершенно такие умиротворённые, умновешенные мысли. Если вы ещё плюс духовно начинаете развиваться, это понятие открывает медитацию и её в основном. То есть в основном медитация. Когда вы начинаете медитировать, ваши тонкие тела уравновешиваются, вернее сказать, тонкое тело уравновешивается, которое содержит множество слоёв. И естественно вы чувствуете такой баланс между физическим телом и энергетическим. Вот у меня, например, всегда в жизни баланс. Когда я могу садить в спортзал, я поддерживаю своё физическое тело хотя бы 2-3 раза в неделю и, естественно, медитирую. Я тогда ощущаю, что моё тело взбитое, я себя чувствую хорошо, но твёрдое. Если же я этим не занимаюсь, здесь проходит месяц-два, я чувствую, что я рыхлым становлюсь, как бы я сам себе уже не нравлюсь, он в живот вырастать начинает. Даже если я на фруктах буду сидеть, он всё равно у меня вырастет. У меня такое строение организма, как бы в программе так прописано, всё равно у вас тело больше, чем у обычного человека. Я это рассказывал, когда фитнесом занимался, бодибилдингом. Говорил, что нет таких мышц, всегда такое рыхлое тело, чувствую себя некомфортно, когда долго, допустим, не поддерживаю физически себя. У каждого человека есть свой комфорт. Допустим, кто-то хочет дом иметь какой-то, свой где-то на природе, кто-то хочет какую-то машину, кто-то хочет одежду, фотоаппарат, ещё что-то. То есть люди таким образом проявляют себя, чувствуют себя комфортнее, у них хорошее настроение, занимаются нужным делом, хобби. Кстати, работа не всегда приносит удовлетворение, удовольствие, потому что работа дана она только для денег. Есть работа духовная, которая помогает нам развиваться, развивать других людей, в принципе, получать тоже от этого удовольствие. Работа для максимального заработка, она далеко не всегда принесёт нам удовольствие, поэтому не нужно обижаться, что этот мир какой-то не такой, что он несправедливый. Всё в этой мире можно подстроить под себя, поверьте мне, и причём выполняя параллельно программу, ни в чём себя не стесняя. Можно и страну поменять, если вам не нравится, в которой вы проживаете. Но опять же повторяюсь, если мы все уедем в ту страну, где очень хорошо, тепло, сладко и красиво, то кто будет нашу страну развивать? Можно свою страну, своими руками, своими мозгами поменять, и будет всё нормально. Поверьте мне, что ваши потомки будут говорить, что вот был такой человек, спасибо, пусть он что-то сделал, что-то изменил и так далее. Всегда человек, он идёт по лёгкому пути. Вот он сейчас видит для себя лёгкую дорогу, идёт по этому пути, потом говорит, вы знаете, я не хочу как-нибудь, то есть мне не хочется напрягаться, я буду плыть по течению и так далее. Наоборот, иногда нужно напрячься сегодня, чтобы потом получать лавру через какой-то момент времени, через три года, через пять лет, у кого-то может быстрее, у кого-то чуть дольше. Всё зависит от вашей программы. И поэтому об этом надо думать, понимать. Любой бизнес, он медленно раскручивается, любое какие-то там изучение чего-то, там иностранных языков, подход к какому-то человеку, он занимает какое-то время в пространстве, то есть не всё сразу, раз, и всё у вас быстренько получилось. Бац! И всё пошло по накатанной. Естественно, какое-то время должно пройти понимание, ощущение и так далее. Многие люди, в том числе и я, к этим людям отношусь, не скрываю это, я в какой-то лекции говорил, что люблю поесть. И когда, конечно, очень много нервных стрессов, хочется ещё и вкусненького иногда поесть, но в плане сыроедения имею в виду. То есть не выходя за эти рамки, естественно, многие из вас кто смотрит давно мой канал, другие каналы, мы знаем, что очень много существует сыроедческих рецептов и можно получать удовольствие от потребления различных вкусностей. Поэтому всё можно заменить. Опять же говорю, кто-то получает удовольствие от вкусности, от еды, от путешествия, от выхода на свежий воздух. Старайтесь сами себе создавать атмосферу, уют, настроение в своей жизни. Кто-то ставит какие-то ароматизаторы дома, сразу наполняется комната, дом этим вкусом. Я, по-моему, уже рассказывал на лекции на канале где-то есть, как, допустим, цвет влияет на вас. Кстати, у каждого человека свой цвет. То есть у человека есть гамма какая-то, спектра. И вот из этой гаммы можно выбрать один основной цвет, который соответствует вашей ауре, вашей душе. Цвет на вас влияет, камни влияют, различные металлы, которые также на вас работают. Земля, на которой вы находитесь, страна, в которой вы живете, во что вы одеты, на чем вы ездите и так далее. То есть все, что я сегодня описывал, все это создает ваше настроение, в том числе и музыка, которую вы слушаете. иногда музыку не слушаю, но когда очень далеко ездишь на машине, а в основном время часто держим на машине далеко, и включаешь какую-то музыку, какую-то там, можно российскую, можно иностранную, ремиксы какие-то, и спокойно бывает музыка, и поп-музыка, и так далее, джаз, и блюз, то есть что-то не заснуть, когда долго слушаешь, я чувствую, что уже не как раньше начинает голова болеть, ты все понимаешь, что все нужно делать, иметь золотую какую-то середину определенную, ну, конечно, за рулем классическую музыку долго не послушаешь, и какие-то природные звуки тоже не послушаешь, можно заснуть просто, поэтому здесь уже, как говорится, используешь какие-то методы, чтобы только не заснуть, тем более, когда мало спишь еще, и все быстро-быстро, в ппхах, и, конечно же, это все влияет на организм человека. Конечно же, может быть, я сегодня не все скажу, может быть, еще какие-то есть вещи кому-то нравится, может быть, кто-то нравится кому-то физкультурой заниматься, качаться, ходить, чтобы поднимать удовольствие. Опять же говорю, я тоже, в принципе, люблю ходить в спортзал, особенно когда есть свободное время, знаете, как встряхнуться, иногда, когда долго сидишь, просто встаешь на ноги, реально, я дожил до такой степени, что даже иногда встаешь на ноги, пройтись где-то пешком, ну, какой-то щенячий восторг вызывает, просто, о, холокласс, то есть, кровь по телу идет, то есть, ты уже чувствуешь, ну, потому что, когда много работы, там, много сидящих, ведешь сидящего в жизни, как бы, ничего практически не успеваешь, естественно, хочется и походить, куда-то сходить, что-то посмотреть, смену обстановки, смену города и так далее, то есть, это вообще здорово, в последнее время это очень хорошо ощущается. Конечно же, когда есть у вас различные виды заболеваний, да, и когда вы к ним начинаете привыкать и относиться по-другому, а многие заболевания у вас есть кармические, как жизненный урок, да, как испытания просто, к таким заболеваниям надо все равно по-другому постепенно относиться, так как эти заболевания, они все равно со временем вас достанут, когда же вы измените отношение к ним, естественно, вам вместе с этим заболеванием будет проще жить и находиться вместе. Те заболевания, которые приобретены, они спокойно вылечиваются изменением образа жизни и питания, то есть, никаких проблем нет. Итак, заканчивая эту видео-лекцию, лекция настроения, думаю, что всем пойдет на пользу, те, кто любит и поддерживает свое настроение, опять же говорю, эмоции у всех разные, например, я не эмоциональный человек, есть люди эмоциональные, я более эмоциональный раньше мог с тем, что я начал духовно развиваться, более выдержанный стал и меньше эмоциональный. Есть люди более эмоциональные, можете писать какие-то комментарии под видео, делиться с другими людьми, что вам помогает поднимать настроение и, может, кому-то аквариум хочется поставить в комнате, другому человеку какой-то потолок натяжной с красивой картинкой сделает наверху, обои какие-то поклеить классные, то есть, вот это все, оно стимулирует к хорошему настроению, а хорошее настроение в нашей жизни, поверьте, настолько важно, потому что все-таки мы не в простом мире живем, о чем я постоянно и рассказываю в своих видео. Итак, всего вам самого доброго, хорошее настроение, увидимся, новых выпусков, до свидания.